В Преамуре Юрий Труднев работал по целому ряду направлений. Одно из них – контроль за ходом реализации десятков федеральных программ и крупнейших инвестиционных проектов, таких как Космодром Восточный, Нефтепровод Сила Сибири, Газохимический завод и прочее. Однако, как отметил представитель президента в Дальневосточном округе, потенциал экономического развития региона этим не ограничивается. Говорили о логистике, развитии железнодорожного транспорта. Я думаю, что в области надо рассматривать и другие направления развития. Мы сегодня посмотрели набережную, но набережная должна же, кроме того, что украсить внешние угли города, еще и стать таким, скажем, ядром для дальнейшего развития туризма. Нельзя не говорить в Амурской области, как и в любой территории Российской Федерации, о развитии высоких технологий, потому что иначе просто молодежь будет отсюда уезжать. Кстати, с уже проведенными изменениями на набережной Амура и дальнейшими планами по ее модернизации общей стоимостью 8 миллиардов рублей Юрий Трутнев ознакомился в ходе осмотра самой площадки. На данный момент работы по проекту выполнены почти на 70%. Вот эта часть набережной была введена в декабре прошлого года. Осталось два участка у нас. Общий мультипликативный эффект, мы видим здесь порядка 40 миллиардов рублей, включая часть, что касается здесь, на Золотой Миле, и большие комплексные проекты застройки. Вы видите, это вот на берегу Зея, здесь строится ФОК, планируем строить садик, школу, и порядка 110 тысяч квадратных метров жилья в перспективе. В качестве помощи от государства инвестор попросил включить Золотую Милю в Тор Преамурское. Для получения различных преференций необходимая заявка, доложили Юрию Трутневу, уже подана. Более расширенный разговор о планах по социально-экономическому развитию области состоялся в рамках совещания. В своем докладе губернатор Василий Орлов отметил, что несмотря на влияние пандемии, экономика области сохраняет свою устойчивость, растут уровень доходов населения и планка собственных доходов при Амуре, так же, как и объем собираемых налогов. Для сохранения этих темпов в области реализуется целый комплекс мер по поддержке бизнеса в условиях коронавируса. В свою очередь при Амуре обещана помощь федерального центра в решении миллиардативных проблем, из-за которых часть сельхозугодий ежегодно оказывается затопленными. Также оговорили и вклад федерации в развитие социальной сферы. В области выделено из федерального бюджета 8,1 миллиарда рублей на социальное развитие. На эти средства уже построен ряд объектов в городе Свободный. Отремонтировано 11 социальных объектов, приобретено оборудование для двух больниц, двух колледжей, расселено более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, приобретены 52 квартиры для сотрудников федеральных органов и исполнительной власти. По итогам совещания Юрий Трутнев отметил, что Москва надеется на своевременную реализацию всех намеченных в Амурской области планов и для этого готова оказать региону необходимую помощь.